Сергей Иванович, добрый день. Добрый день. Вы, наверное, сейчас один из самых популярных и обсуждаемых политиков города. Прошел недавно праймерис партии «Единая Россия». Вы стали лидером рейтинга на этой неделе. Соответственно, от вас поступил пакет документов для участия в конкурсе на пост главы города Назарова. Ну и хотелось бы наш разговор, наше интервью начать с вопроса. Все-таки, в какую ветвь власти вы идете? Или в какой ветвь власти вы себя ведете? В исполнительной или представительной? Ну, у меня сегодня действительно есть двойственная позиция в этом вопросе. С одной стороны, я участвовал в праймерис как кандидат в кандидаты в депутат Назаровского городского совета, поскольку объявлены были раньше. И с другой стороны, действительно, на этой неделе я подал документы на участие в конкурсе, на замещение должности главы города Назарова. Я хочу сказать о том, что, несмотря на то, что конкурс на главу города объявлен был позднее, вот я все равно в нем участие бы принял. Поэтому дальнейшую свою деятельность я вижу в зависимости от того, как сложатся обстоятельства. Впереди у нас конкурс на главу города Назара. В зависимости от этого, результатов этого конкурса будет мной принято окончательное решение. Но вы понимаете, что если второй шаг сделан в пользу конкурсов, то предпочтение мое будет поддано результатам вот этого конкурса. Сергей Иванович, тогда тоже не могу спросить тогда вас, не могу не спросить. Вы уже работали в исполнительной власти города Назарова, когда-то являетесь замом по социальным вопросам. Ну и, соответственно, житель города, который видит ситуацию, за ней наблюдает. И вот идет сейчас, соответственно, на голову города. Какая, по вашему мнению, на сегодняшний день политическая обстановка в городе? И что нужно в ней менять? Ну, двумя словами, политическую ситуацию в городе не характеризуешь. Я бы назвал ее достаточно напряженной. Потому что ситуация, связанная с тем, что в кризисе на это не назову власти, но определенные проблемы в городе возникли. И виной тому невозможность представителей разных политических партий, в том числе, прийти к какому-то общему знаменателю. Сейчас ЛДПР, вот я видел материал Андрея Хавронина, он сделал резкое, на мой взгляд, заявление. Единая Россия только отшумели последние баталии после праймера. Здесь тоже есть вопросы, которые нужно еще анализировать, на которые нужно давать ответы. Патриоты выстроили по полному фронту своих представителей на предстоящих выборах. Поэтому ситуация достаточно напряженная, но она рабочая, с ней нужно работать. Говоря о социально-экономическом развитии, вам сейчас как кандидату нужно будет представить эту программу, все-таки, но мы все видим, что в городе непростая экономическая ситуация. Ее можно каким-то образом исправить? Я считаю, что на нее можно повлиять. Это в наших силах. Я по роду своей деятельности постоянно занимаюсь анализом данных, которые мы получаем от страхователей, от работодателей. К сожалению, действительно динамика удручающая. У нас уменьшилось количество предпринимателей, у нас обращается количество предприятий, работодателей. Часть предприятий, мелких либо предпринимателей, уводят в тень своих работников, не уплачивают за них страховые взносы. Соответственно, снижает уровень защищенности работников. И между тем, я не вижу ни одного серьезного проекта, который был бы сегодня направлен на создание новых рабочих мест. Поэтому сегодня, объективно, в виде этой ситуации, я одним из вариантов решения этого вопроса вижу создание благоприятной среды для развития малого и среднего бизнеса на территории города Назаров, в нашем муниципальном образовании. А это требует консолидации всех усилий и всех политических сил города. Активной помощи руководителей предприятий города, крупных, потому что только около них, на базе того, что мы производим, что мы закупаем во мне, мы можем строить, выстраивать вот эти вот отношения и создавать условия для развития малого и среднего бизнеса. Ну и тогда не могу не спросить уже вопрос. Я знаю, что у вас была встреча с Владимиром Егоровым, который планирует определенное развитие в городе своего, скажем так, предприятия. То есть, надеетесь тоже на поддержку? Я надеюсь. По крайней мере, я слышал выступление руководителя Северяка. Он заявлял о двух проектах, которые, на мой взгляд, смогут отчасти решить вопросы занятости жителей города Назаров. Мне понравилось его выступление в части того, не противопоставления села городу. Жители могут работать на селе, вернее, работать на селе, а проживать в городе. На мой взгляд, сейчас по этому пути уже и за Владимировское шло, и за Назаровское, потому что часть жителей города, конечно, не от хорошей жизни едут на селе, работают. Но, тем не менее, это какое-то решение вопросов. В крайней мере, я оцениваю это позитивно. Ну, изменить ситуацию все равно, наверное, одному не удастся. Здесь нужна какая-то команда. Все-таки, как вы видите свою команду? Есть ли она? Ну, я скажу, что этот вопрос, переданный, стоял уже три года назад. Я для себя очерчивал контуру команды. И сейчас я об этом вопросе думаю. У меня есть предложение озвучивать, которое я бы пока не стал. Но хочу отметить, что существующая система, к сожалению, и оплата труда, и социальных гарантий в органах местного самоуправления не позволяет привлекать на работу тех специалистов, которые сегодня активно работают в бизнесе, востребованы в нем, и занимаются стартапами, еще какими-то вещами, которые в материальном плане более интересны, более привлекательны. Вот в этой связи хочу отметить, у меня была встреча с работниками Назаровской ГРЭС, где мне прямо сказали, вот сидят мужики, которые готовы работать, берите и работайте. Но когда мы стали обсуждать уровень заработной платы работников бюджетной сферы, сопоставляя их с реальными доходами работников Назаровской ГРЭС, все только отшепились по этому поводу. Поэтому с учетом данного обстоятельства, конечно же, будем принимать не решение. То есть правильно ли я вас понимаю, первым, что вы сделаете, вы поднимете зарплату чиновникам? Да нет, конечно. То есть сегодня есть уже нашумевшая история, связанная с законодательным собранием? Ну, здесь я комментировать ничего не могу. Это непродуманное решение, на мой взгляд. Ну, то есть команду будете пытаться привлекать и формировать. Но то, что сегодня система, она требует изменений? Она требует изменений, безусловно. Я не знаю, что вы имели в виду под системой. Я, кстати, и над структурой работаю. Думаю, как ее менять, стоит ли менять, чем менять, какие будут задачи стоять тогда, в первую очередь, перед администрацией. Но подходить к этому, я считаю, нужно очень осторожно и крайне взвешенно. Потому что в основе всего должен лежать все-таки чистый прагматический анализ того, что есть на сегодняшний день, почему это не работает. Вот сначала нужно ответить на этот вопрос. А дальше уже двигаться в направлении перемен. Но сегодня впереди выборы прямые. Это депутатов городского совета. И они мы уже сегодня видим, как вы сказали, будут, скорее всего, непростыми. Какую команду бы вы хотели, как будущий глав, видеть в городском совете? Я бы хотел видеть команду, нацеленную на совместную работу для достижения позитивного результата для жителей города Назарова. Чтобы отношения между городским советом, между представительной властью и исполнительной властью были позитивные, прагматичные достаточно. Чтобы люди понимали, зачем они пришли, и понимали свое место в решении городских вопросов. К сожалению, иногда победу на выборах рассыливают как некую победу, и не более того. Вот я добился, я шел к этому, я добился этого. А дальше это почетная обязанность приходить, сидеть, руку поднимать. Но не более того. Я бы хотел, чтобы все-таки отношения в этой части были иные. И депутаты занимали бы активную позицию в решении вопросов, стоящих перед городом. Сергей Иванович, чисто гипотетически, пройдет конкурс, и Вы на нем одержите победу. Команду в городсовет поведете, или флаг представительного органа, лидера представительного органа дадите кому-то другому из партии «Единой России»? Это сослагательное. Я так думаю, что, коль скоро мы начали вместе эту работу, мы ее вместе будем завершать. Доводить до логического завершения. То есть команда все равно пойдет под Вашим началом и городской совет? Думаю, что будет так. Определенная логика, конечно, в этом есть. Не могу не спросить тоже у Вас о Юлии Стрельниковой. Она была Вашим оппонентом, конкурентом в 2014 году. Сейчас, соответственно, ее называют тоже основным конкурентом партии «Единая Россия», лидером патриотов России. Как настроены с ней выстраивать отношения? Вы знаете, я готов конструктивно описывать отношения с Юлией Стрельниковой. Мало того, независимо от того, как сложатся наши отношения после той выбранной кампании, которая пройдет, мы встретимся и обсудим вопросы, которые есть сегодня, если дня упора. Потому что у нас встреча одна была, она была перед Новым годом. Вот она приходила сюда в управление, поздравляла коллектив. У нас разговор состоялся. Он должен был продолжиться, но по ряду обстоятельств, которые независимы были ни от нее, видимо, ни от меня, диалога больше не получилось. Я бы хотел продолжить, потому что есть проекты, которые начаты при ее участии. Я бы хотел, чтобы они продолжились. Я имею в виду там спортзал в второй школе, я знаю, что он активно занимался этим вопросом. Еще ряд проектов. Я считаю, что все, что сделано во благо, то должно быть реализовано, независимо от того, кто стоял у истоков этого вопроса. Главное, чтобы все это работало на благо жителей города. По остальным вопросам, касаемым деятельности в городском совете, на любом ином поприще, я готов взаимодействовать со всеми, кто предложит позитивную повестку дня для города. Сергей Иванович, я не могу не спросить у вас о ваших однопартийцах. То есть мы видели, на самом деле, очень бурно проходили предварительные голосования, говорили о подкупе, говорили о демарше, о написании заявлений. Непонятно на сегодняшний день до конца позиции Сергея Александровича Сетова. Вот все-таки внутри Единой России есть какое-то раскол напряжения? Или вот оно уже как-то отходит, снимается? Знаете, о расколе я бы не говорил, вот, как о таковом. О напряжении, как о напряжении в смысле того, что вот все напряглись и чего-то ждут. Я бы сказал, да, потому что есть ожидание того, как выстроится в окончательном виде вот тот список по итогам праймериз. У кого-то есть ожидание, что вот он должен, заняв какое-то место лигирующее, он должен быть на таких-то позициях. У него могут быть обманутые ожидания. У другого, наоборот, мы же понимаем, что люди разные. Один замечательный оратор, он может повести за собой людей. Другой, скорее, сангвиник, который вот будет сидеть на месте, но у него замечательные монолитические способности, еще какие-то способности. Мы его тоже хотим каким-то образом, его потенциал задействовать. По крайней мере, я бы вот так хотел. Поэтому в этом смысле напряжение, конечно же, есть. Но, повторюсь, чтобы оно было вот таким, которое бы, знаете, затуманило разум, что называется, либо чувство солидарности, сопричастности к достижению общей цели, такого нет. Потому что и с Екатерином Александровичем мы совершенно спокойно общаемся, обсуждаем вопросы, которые стоят сегодня в повестке дня у партийных организаций. Нормально рабочие дела в отношении. Хотя, конечно, вот те праймерис, которые прошел, он поднял много вопросов. И я не комментируя слухи, хочу сказать, что мы учимся демократии. Потому что, знаете, вот эта процедура в таком виде, в каком мы ее увидели в этом году, она ни разу еще в городе не была реализована. Всегда там было 4-5 человек, они чинно садились. Это было всегда, ну, я бы сказал так, с заранее известным финалом, процентов на 90, да? Сегодня ситуация была иная. И мы почувствовали, что она иная. И почувствовали, что есть силы, которые могут этой ситуацией готовы уже, в какой-то степени управлять, даже извини. И вот это был вызов, к которому отчасти часть наших кандидатов были не готовы. И нужно было время для того, чтобы они сориентировались. И поверьте мне, со многими из них после праймерис я разговаривал, и они говорят, если бы нам сразу объяснили, как это будет все работать, то и отношения, и результаты могли бы быть несколько иными. Поэтому это рабочий момент. Вот сегодня формируются, я понимаю, списки. Идут где-то, скажем так, переговоры, где-то согласования, где-то беседы. Вы в этих процессах формирования списков будущих партий каким-то образом принимаете участие, как лидер рейтингового голосования? Ну, вы знаете, иногда меня приглашают для обсуждения каких-то вопросов. Иногда ко мне приезжают или просят высказаться по мнению того или иного, либо участка, либо кандидата, потому что многих я знаю, многие меня знают. Это нормальный рабочий процесс, он идет. И я в нем посильную помощь коллегам оказываю. Но не более того. Ну и уже в завершении, Сергей Иванович, поинтересуюсь у вас. В 2014 году вы презентовали достаточно большую программу, она у нас есть, баллотируясь на прямых выборах на пост головы города. Сейчас, когда вы пойдете на конкурс, покажете ли вы жителям те планы, с которыми вы идете, или это будет все-таки информация только для конкурсной комиссии? Я не против показать жителям города то, с чем я пойду. Просто видение ситуации у меня несколько иное, неже, чем было в 2014 году. К сожалению, за это время ситуация изменилась, изменилась она не в лучшую сторону. То, с чем я пойду, я покажу жителям города. Но вы понимаете, что это будет иное уже видение и иная программа. Если тогда мы говорили о программе с конечными результатами и целями, то здесь, скорее всего, на этом этапе, и конкурсная документация этого требует, это будет скорее набор мер, направленных на достижение конкретных целей. Потому что вы же понимаете, что любая цифра, любое значение, которое я должен буду поставить вот сегодня, не обладая всей полнотой информации, оно будет эфемерным, оно будет настолько приблизительным, которое нужно будет еще согласовывать, выверять через участие в каких-то крайних программах и так далее. Поэтому это будет не то, как вам сказать, не то финальное значение, которому мы идем. Направление, да, меры, которые направлены на достижение вот таких результатов, да, они будут. Это будет мое видение. Но сказать сегодня однозначно, что будет реализован какой-то проект, вот до такого, до такого, до его удаст вот такой результат, я не смогу. Потому что на сегодняшний день, вы понимаете, в нашей экономике не сможет этого сделать никто. Поэтому в этой части я готов. Ну, вообще, как бы, в политике города маленького немаловажную роль играет позиция края, правительство краевого. Вот, как считаете, здесь удастся вам найти взаимопонимание, или, может, оно уже есть? Я полагаю, что удастся. Все будет зависеть от того, насколько удачно мы выставим отношения и стабилизируем ситуацию между ветвями власти. Потому что, вы же понимаете, что когда будет достигнуто согласие между всеми ветвями власти, я надеюсь, что тогда вот в этом благоприятном климате могут появиться и предложения от краевого правительства, и инвестиции в прямом и переносном смысле этого слова. Ну, и уже совсем в завершении, как бы, я понимаю так, с ваших слов, что город Мазарова, на самом деле, подошел к серьезным политическим изменениям, которые произойдут уже август-сентябрь этого года. Ну да, безусловно. Мне это тоже кажется вот таким серьезным событием в жизни нашего города. Готово стать той ключевой фигурой, вокруг которого будут события эти разворачиваться. И взять ответственность за происходящее событие на себя. Вот на сегодняшний день мы к этому идем. И я надеюсь, что это случится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!